Я представляю новую производственную фирму «Адроу». Это предприятие с 100% частным капиталом, которое в следующем году исполняется 25 лет. Это, в общем-то, хороший показатель. И хочу сказать, что за этот период мы стали известными не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Прежде всего, благодаря той продукции, которую мы разрабатываем, поставляем, участвуем в поставке. И хочу сказать следующее также, что за этот период нам удалось создать очень творческий, хорошо подготовленный коллектив, способный решать разные задачи в том плане, который мы для себя ставим. Второе. Создана база экспериментальная, оборудование специально, работаны методики, которые позволяют от нуля, то есть от идеи до государственных испытаний выполнить наши задумки. То есть, вы понимаете, это очень непростая вещь. И мы на сегодняшний день уже шесть изделий провели таким образом, что завершив государственные испытания, организовали поставки этой техники. Я несколько слов скажу о том, в каком направлении мы работаем. Я еще раз подчеркиваю, мы занимаемся только разработкой специальной техники. Мы не занимаемся производством, а как мы решаем задачи, какие при этом проблемы, я скажу. Итак, четыре основных направления. Это создание комплексов защиты, подчеркиваю, комплексов защиты самолетов и вертолетов от ракетных систем с инфракрасными головками самонаведения, в том числе ПЗРК. Комплекс состоит из целого ряда подсистем, которые прошли испытания и успешно используются. Ну, как обычно у нас это произошло несколько поздновато. Тем не менее, комплекс показал свою работоспособность, в том числе в АТО. До этого мы поставляли наши изделия в страны НАТО, в европейские страны, которые использовали наш комплекс в горячих точках. Это Иран, Ирак, Афганистан и других местах. То есть он себя зарекомендовал самым лучшим образом и, как я говорю, находится в серийном производстве. На следующий день мы заканчиваем эту работу, замыкаем ее, делаем этот комплекс замкнутым с точки зрения его эксплуатации, применения, автоматизации без участия пилота. Я считаю, что это очень интересное направление, то есть актуальное направление мировое, потому что борьба с теризмом, вы знаете, не останавливается. Мало стран, которые, вообще говоря, покушаются на эту тему, потому что нужно иметь специалистов, соответствующих, нужно иметь школу, подготовку. 25 лет – это все-таки срок. Второе направление – это система ночного прицеливания для вертолетов. Также принято на вооружение, установлено, показало себя очень высокоэффективно, является в определенном смысле дублирующей к большим системам прицеливания. Тем не менее, эта система тоже заслуживает внимания. Третье – это система наведения авиационных боеприпасов. То есть, когда, вы знаете, высокоточное оружие сейчас стоит на первом месте, и поэтому вопрос о создании высокоточного оружия является актуальным невероятно. На сегодняшний день мы говорим об авиационных боеприпасах, авиационных бомбах. И, наконец, четвертое направление – это так называемые термоборические боеприпасы. Ну, это вообще хит. С сегодняшнего дня страны, которые могут разрабатывать такие боеприпасы, вообще можно на одной руке перечислить, на одной пальцами от руки. И в этом направлении оно тоже чрезвычайно технологично, интересно и очень актуально. Тем более, что в нашей стране никогда не занимаются вопросами разработки термоборических боеприпасов. Будем считать, что мы на сегодняшний день подготовлены к серийному производству, потому что государственные испытания уже идут. Как видите, компания занимается разработкой проектов, которые обладают очень высокой технологичностью, то есть там заложены сложные и большие, сложные технологии, современные подходы, которые являются актуальными, и подтверждением тому является то, что эти изделия приобретаются даже до того момента, пока будут завершены государственные стадии. Так, во всяком случае, заказы и заявки есть. Хочу сказать, что компания при этом проповедует принцип саморазвития, то есть разработки проводятся за собственные средства. Это очень важно. Почему? Потому что это защищает нас не только на внешнем, но, к сожалению, и на внутреннем рынке. Все разработки обязательно патентуются. Это один из способов защиты. Второе. Есть технологические наработки в каждом изделии, которые нелегко поставить. Это тоже способ защиты. Третий способ защиты – это обновление. Каждая новая модификация несет в себе новые предложения, для раскрытия которых требуется определенный уровень. Это все известные подходы и приемы, что нам не позволяет быстро развиться. Я пример приводил. Есть такая компания, BB Electronics, польская. Она за три года прекратилась такого монстра польского. У нас на дырке она участвовала. Конечно же, не хватает инвестиций. Рассчитывать на инвестиции внутренние очень сложно. Почему? Потому что, ну, вы знаете, чем заканчиваются бюджетные деньги, попадающие в руки частных инвестиций. Поддать придется больше. Но дело даже не в этом. Если говорить об инвестициях, то какие варианты есть у нас? Вот если так посмотреть и оценить. Первый вариант – это прямые инвестиции из-за рубежа. Невозможные, потому что нет гарантии о том, что эти инвестиции не пропадут. И не потому, что кто-то там позарится на них, а потому, что у нас, к сожалению, нет правовой системы, которая бы обеспечила полную безопасность инвестиций. Ну, второе. Но это даже самое главное. Самое главное то, что инвестиции должны, в нашем понимании, они, как правило, сопровождаются участием инвестора в работе компаний, то есть в создании совместных предприятий. В данном случае речь не идет о том, чтобы мы отдали. Нет. Хотелось бы, чтобы все осталось здесь. И инвестору это было бы интересно. Но опять, вопрос правовой, вопрос в этом направлении создания совместных предприятий у нас не урегулирован. Ни один инвестор не захочет, даже если мы предложим приобрести часть нашей компании, не то, чтобы какой-то был интерес, не пойдет. Второе. Почему он не заинтересован? Возврате средств. На сегодняшний день реально он может вернуть деньги только в том случае, если будет экспортировать нашу продукцию. Потому что рассчитывать на то, что будут размещены расходы внутри страны, абсолютно бесполезно. Потому что, опять же, не урегулирован вопрос возврата денег или средств, вложенных в инициативном, подчеркиваю, порядке, в технику, которая разработана и предлагается для гособоронзаказа. В нем нет места разработчиков. И вы сами знаете, сразу же ответите на вопрос, а интересно ли работать на внутреннем рынке, когда ты, не занимаясь серией, ничего от этого не имеешь? Ну, никакого не имеется. Значит, итак, внутри инвестора ничего не получит, только экспорт. В экспорте, вы знаете, существуют сложности. В нашем случае мы даже и не пытаемся, хотя вроде бы как и имеем право, иметь прямой экспорт для себя, для своей продукции. Конечно, это не выход в положение, но частично средства, которые могут быть не затрачены на посредническую деятельность, также могли пойти на развитие компаний, техники и так далее. То есть это тоже, так сказать, вопрос, который надо каким-то образом решать, а он не решен, и поэтому мы не можем себе позволить развиваться динамично в этом направлении. Все попытки обратиться к руководству страны закончились ничем. Я в очередной раз написал письмо на имя президента и премьера. Ну вот пока времени прошло мало, три недели, но пока ответов никаких нет. Поэтому, исходя из этого, вот вы и понимаете, в каком положении мы находимся. С одной стороны, мы хотели, чтобы все осталось здесь, что здесь развивалось, разрабатывалось, продавалось, поставлялось, а с другой стороны, мы поставили условия, которые говорят, нет, ребят, у вас есть вариант какой. Вообще говоря, лучше выехать на пределы Украины, как это делают некоторые. Со мной иногда шутит замминистра бывший. Он говорит, вы еще здесь? Ну да, шутки, конечно, сказали. Нет, конечно, никто не собирается, у нас планов этих нет, но, с другой стороны, вы понимаете, что находясь, я думаю, что в таком положении находится большинство компаний-чаток. Как вы, вот, вы задаете вопрос, хорошо, вы только разрабатываете. Возврата средств уложенных не может быть. Как же выработать дальше? Дальше мы по лицензионному договору передаем на предприятие-производитель, а это предприятие оборонпрома, по лицензионному договору, согласно которому они должны платить на уровень. Такого роза... Украин-пром даже слышать не хочет об этих циклах. А в Министерстве обороны только начинают стучать ногами и кричать по этому поводу. Поэтому получается картина следующее. Мы, как разработчики, ничего не имеем, а серийный изготовитель получает хотя бы те проценты, которые, вы знаете, прибыль 35 на комплектующие, но там остальные, я не буду рассказывать, какие могут быть, преференции. Так, ну опять же вопрос, вот почему, какой интерес, какой? Хоть малейший мотив, заставивший нас работать с предприятиями более широко. Все знают вопрос, дайте, загрузите нас. У вас есть чем загрузить, а мы говорим, извините, друзья, нам надо как-то жить. Если вы пойдете нам на встречу, опять что такое пойти на встречу? Это значит, надо поделиться при мыле. А вы же понимаете, как это сложно делать, то есть, приятели у нас там. Я такую картину нарисовал, но я не очень радужен, но это реальность, с которой мы имеем дело каждый день. И, естественно, у нас возможности ограничены, они уже начинают истощаться. Ну какой путь? Объединяться с другими частными компаниями каким-то образом, искать на стороне, опять же, как я говорил, инвестора. Ну вот, собственно, вот такое положение у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!